Здравствуйте! На библейском портале Эзагет мы сегодня продолжим беседы о пророке Исаии. Первая половина этой книги в особенности была посвящена обличению неправды и беззакония, как в Израиле, так и в языческих царствах, угнетавших Израиль. Вот интересная притча произносится в пятой главе, это притча о винограднике. Мы в ней видим тот же образ верной любви Бога к своему народу, какой часто встречается в книгах пророков. «Воспою возлюбленному моему песень возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточнённой горы, и он обнёс его оградою и очистил его от камней, и насадил в нём отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нём точила. Я ожидал, что он принесёт добрые плоды, а он принёс дикие ягоды». И далее горький вопль о том, что любовь эта предана. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что ещё надлежало бы сделать виноградникам моего, чего я не сделал ему. Почему, когда я ожидал, что он принесёт добрые грозды, он принёс дикие ягоды, и так я скажу, что я сделаю с виноградником моим, отнему у него ограду, и будет он опустошаем. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды, любимое насаждение Его. «И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Бог ждёт всегда правосудия и правды. И когда в ответ кровопролитие и вопль, Бог не оставит безнаказанным этой беды, которую люди сами на себя навлекают. Вот об этом говорит нам пророк 2800 лет тому назад. Конечно, вспоминается и притча Христа Иисуса о виноградарях. Это в Евангелии от Матфея, в 21 главе, у Марка в 12, и у Луки в 20 главе. Она повторяется, притча эта, потому что очень хорошо передаёт само отношение Бога и людей. Образ виноградника, насаженного и ухоженного любящим хозяином, очень выразительный для тех людей, которые умели выхаживать виноград, знали, какого труда это стоит, и какой чудный плод даёт этот труд. И этот образ передаёт особенную близость Бога к людям. Как в словах Спасителя, помните это в 15 главе Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нём, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Многие из вас видели виноградную лозу. Это очень красивое растение, конечно, оно ещё чудное тем, что оно может быть очень старым. И эта лоза, её не сразу видно, её ещё и разглядеть за густыми листьями, за обильными гроздами, это лоза извилистая, сухая, серая такая. Она живёт корнями, питается в этой земле. И лоза всё своё благо передаёт ветвям и гроздам. И вот так сравнивает Господь связь с ним, людей. Он отдаёт людям жизнь. Он даёт им возможность самим творить и приносить плоды. Но без него человек не существует, ни как человек, ни как творец, ни как образ Божий. И дальше Господь говорит, «Кто не пребудет во мне, и сбернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Для людей, которые занимались анаградостом, это очень понятный и яркий образ. Так и в пророчестве Исаии. Неверность народа наказывается гибелью. Ибо не может быть никакого блага, никакой правды без Бога. Пророчество о наказании Божьем за злую неправду содержится в пятой главе. Вот оно. «Зато бы сгорится в гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Вслед за этими словами Исаия повествует о своем призвании, о решающем событии в своей жизни. Он об этом говорит не в начале книги своей, не в первой главе, но в шестой. «Видение Исаии дано было ему в конкретном времени, в год смерти царя Озии, в конкретном месте, в храме, но открывается пророку сверхвременная и надмирная реальность. Пророк в стараке, ибо человеку невозможно открыто предстать перед лицом Божьим и не умереть. Как и по исходе из Египта, услышал от Господа Моисей, «Лица моего не можно тебе увидеть, або человек не может увидеть меня и остаться в живых». Это в книге Исход, в 33 главе. Очистить человека может только сам Бог. И он посылает одного из серафимов, который горячим углем от жертвенника касается уст Исаии, и говорит, «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Тут маленькое отступление сделаю. Именно эти слова произносит священник, когда причастится из чаши крови Господней и скажет о удалении от человека всякого беззакония, потому что уст человеческих коснулся огонь, уголь, божественной правды, божественной жизни, крови Христовой. Оставаясь смертным человеком, Исайя стал другим, совершенно обновленным, чтобы стать глашатой Божьей правды, Божьего гнева и Божьей милости. Он услышал голос Бога, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И ответил Исайю Богу, «Вот я, пошли меня». Мы тут с вами можем вспомнить отзыв Авраама. Авраам, вот я, Господи. И тут Исайя, вот я, пошли меня. Как видите, человек совершенно свободен выбрать тот путь, который Господь ему укажет, по которому его поведет. Но мог быть и не выбрать, ни Авраам, ни Исайя, ни Богородица Мария могла бы сказать «нет», но она сказала «я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И воплотился через нее Сын Божий. Так вот, эта верность человека, она и делает в эту минуту, в минуту этого выбора человека максимально свободным и максимально подлинно самим собой. «Вот я, пошли меня», – говорит Исайя. Исайя приживает присутствие Бога не в выступлении, но в ясном рассудке принимает нам божественное повеление и становится пророком подобно тому, как Савл стал апостолом Павлом, когда в трепете и ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» Это описано в книге Деяний. И стал апостолом Христа Иисуса, который дал ему и новое имя – Павел. Новое имя – это знак обновления всей личности. Так Исайя был тоже обновлен и очищен для служения. Обновление личности было зафиксировано новым именованием Авраама 2а. Авраам стало называться, отец множества в переводе. Заметим еще, что в этом видении Господь открывает себя как троица. «Кто пойдет для нас?» – слышит Исайя голос Бога. Во множественном числе. В Библии нет случайных описок, и каждая буква точно на своем месте. Если множественное число, значит, оно и так и было услышано Исайей. Исайя оказывается особенным тайнозрителем. Теперь его голосом сам Господь утверждает истину, и не только и уйти в него поколение, но и всему народу. Церковь существует в истории, но природа ее божественна. Она живет жизнью Бога, с которой соединяет нас Евхаристия. И потому реальность, открытое видение Исаии, словословие Серафимов «Свят, свят, свят, Господь, свавов, вся земля полна славы Его» – это слышал Исайя, о чем и говорит в этой шестой главе своей книги. Эти слова, они в таинстве евхаристическом и нами слышатся. В евхаристическом молитве священник от имени всех собравшихся приносил Богу благодарение за то, что мы можем словословить Его вместе с небесными силами, повторяя эту победную песнь, слушанную Исаией. «Свят, свят, свят Господь Савауф». Мы благодарим Невестного Отца за то, что Он говорил нам устами святых Своих пророков. Это сейчас я цитирую евхаристическую молитву святого Василия Великого. «Предвосвящаю будущее спасение». Устами пророков предвосвящаю будущее спасение. О будущем спасении пророчествует Исайя, особенно в последних главах книги. Но и в первой её части, после слов гневанного обличения, Он ободряет тех, кто остался оберен Богу такими словами. «Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и тогда беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушение станет внезапно, в одно мгновение. «И потому Господь медлит», с наказанием медлит, «чтобы помиловать вас, и потому ещё удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженный, всеуповающий на Него». Это Исайя, глава 30. На этом сегодня закончим, а слова эти хорошо бы запечатлеть в своём уме. Господь медлит с наказанием за неправду, чтобы помиловать нас и призвать к покаянию. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok